Имя гордится республика. В канун праздника по традиции вручили государственные награды. Год человека труда. Это особенно почетно. В парадном зале собрались те, чьи успехи лежат в основе благополучия современной Чувашии. Вместе нам удалось достичь многого, отметил глава республики. Чувашия один из самых благополучных для жизни детей российских регионов. Это не наша самооценка, самооценка должностных лиц, органов власти. Это оценка общественных институтов, институтов гражданского общества, оценка экспертов. В республике созданы комфортные условия для ведения бизнеса, самореализации каждого человека, в особенности молодых людей. Список награжденных едва уместился на четырех страницах. Достижения этих людей отмечены благодарностями главы государства, почетными грамотами, орденами за заслуги перед Чувашской республикой. Полковник Осипов служит России и Чувашскому народу в военном комиссариате. Я отвечаю за мобилизацию, за мобилизационные ресурсы, за готовность Чувашской республики к выполнению задач в мобилизационный период. Звание заслуженных работников различных отраслей удостоились более 30 человек. Среди них агрономы и врачи, слесари и фермеры, водители и учителя. Я очень благодарна, что мой более 30-летний опыт профессорской преподавательской работы в высшей школе оценен и достаточно на таком высоком уровне. Поэтому я благодарна за оценку моего труда. Я просто трудилась, старалась сделать это хорошо, так, чтобы было не стыдно и перед преподавателями, своими коллегами, и перед студентами. Примечательно, что каждый из награжденных, а их было 50, готовы разделить успех и признание с близкими. Ведь за каждым свершением стоит труд одного человека и поддержка десятков, а то и сотен. Коллеги меня во всем поддержали, и они выдвинули мою кандидатуру, поддержали, поэтому, да, с коллегами. И именно, я считаю, плодотворная работа, она в основном именно в национальной телерадиокомпании у меня и была, потому что с 2009 года я там 7 лет, 8-й год пошел. Продолжение следует...